У нас пенсионеры самобеспеченные в стране люди. Но мы можем себе позволить. Раньше я мог купить себе колбасу, скажем, серовина, а сейчас только риверную. Куются говорят там, допустим, кэмэл, а теперь за 100 рублей. Ну, если скажем отрицательным в смысле слова, то государство наше после Нового года цен не поднимет. А так, после Нового года пенсию прибавит. Никуда выезжать не планирую. Страшно куда-либо выезжать. Даже так. Ну, повестку могут вручить на любом этапе. Поэтому даже аэропорт для меня теперь немножко вызывает такие чувства неприятные. Мандраж, да? Можно сказать и так. Самый лучший подарок, если мне государство даст бумажку о том, что я не отправлюсь удобрять землю. Я очень надеюсь, что государство готовит подарки своим гражданам, но исключительно в позитивном смысле. И желаю всем хорошо провести, встретить и отметить Новый год. В принципе, все. Продукты питания, прежде всего, основная трата, если что-то готовить. А так-то, в принципе, и раньше не особо. Ну, не то, чтобы не бедствовали, но и не... На лишние деньги не тратиться. Ну, всегда ждем. А куда? Лучшие. Лучших, приятных. Ну, так все плохо, я думаю. Все дорожает, конечно. Там и на стол тоже собирать, икра, рыба. Вот это вот все. Конечно, все дорожает. А так, в целом, остается новогоднее настроение. В любом случае, как-то не замечаешь все вот эти вот изменения. От государства, от государства. Да нет, ничего не жду. Грубо говоря, сам себе вот устраиваешь, что устраиваешь, так и проведешь, так скажем, Новый год. Сам для себя. Ну, поднятие цен, естественно, дает о себе знать. Как бы, естественно, подобрать подарок становится уже тяжелее. С учетом, если большая семья, как у меня, например, от государства особого ничего, да, ничего уже не ждем. Ну, экономить приходится. Ну, в праздники нет возможности там шикарный какой-то стол сделать. Позвать кого-то там своих близких. Цены-то, цены-то растут, а пенсия-то повышается немного и не успевает за ценами. Поэтому, поэтому приходится экономить. Потому что теперь ничего не ждем. Только лишь бы СВО закончилось, все бы хорошо, и ребята вернулись домой, а так. Каждый год прибавляют, продукты дорожают. Ну, на детей мы не экономим. Нету на государство никаких претензий. Поэтому ничего не поменялось. Мандарины, шампанское, легкие закуски, салат оливье и слетка под шубой, естественно. Я ничего не жду. Если будет, прекрасно. И так замечательно живем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!